Маргарита Шаповалова – настоящий человек-оркестр. Девушка учится сразу в двух вузах. Изучает журналистику и занимается вокалом. Студентка Южного Федерального всё свободное время посвящает второй будущей профессии. Собирается стать эстрадной певицей. После успеха на студенческой весне Рита завоевала немало наград, в том числе и президентскую премию. Пение – это уже моя будущая профессия, это моя жизнь. Этим я занимаюсь с шести лет. И на данный момент я учусь параллельно с Южным Федеральным Университетом в консерватории имени Римского Корсака в городе Санкт-Петербург. Алена Караиван поёт, рисует и пишет эссе. Но считает, что эти занятия для души. Мечтает девочка о почти мужской профессии – службе в органах безопасности. Но литературные способности уже принесли ей признание. Я ездила в Москву. Меня награждали в Министерстве образования России. Но также я и выигрываю на местных уровнях. 108 юношей и девушек в этом году стали лауреатами молодёжных премий. Четверть из них сегодня увезут домой сертификаты на 60 тысяч рублей. Остальные – на 30. Некоторые такую прибавку к стипендии получают не в первый раз. На сегодняшний день самое главное достояние России – это интеллект. Интеллект молодых людей. Только за счёт этого мы сможем выиграть на мировых рынках. Это совершенно точно и понятно. Чтобы талантов на Дону год от года становилось больше, начал работу региональный центр дистанционного образования одарённых детей. В ближайшие несколько лет правительство области направит на развитие детского творчества более 13 миллионов рублей. Елена Баранникова, Руслан Хамчиев, Южный регион.Инфо.